Здравствуйте, уважаемые наши ученики, уважаемые наши слушатели. Хочу ответить на несколько вопросов, которые приходят к нам еженедельно и каждый день. Хотим быть вам полезным. И, пожалуйста, в комментариях напишите свое мнение и делайте репосты, отправляйте тем людям, кому нужны, кто нуждается этим ответом, кому это могли бы помочь. И мы вместе служим этому миру, поможем действительно принести жизни людей что-то хорошее. Первый вопрос, который хочу ответить, как заставить себя мыслить позитивно. Никому не скрет, что человек становится тем, о чем он думает большее количество времени. Это уже научно доказано, это уже все знают об этом. И, по крайней мере, в последнее время об этом много пишется и говорится, можно сказать, что в 2-е 50-летие прошлого века было это научное открытие о том, что человек, о чем больше всего думает, он этим становится. К сожалению, неосознанно много людей начнет думать о тех проблемах, которые им не хотелось бы. То есть человеческий мозг имеет свойство засыплываться на какую-то нибудь трудность, на какую-то нибудь проблему и начинает потом его переживать, переживать снова, 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 снова. И каждый раз, когда эта мысль у вас в голове будет крутиться и так далее, на самом деле вы будете думать, что как будто вы думаете о его решении, но в реальности вы не думаете о его решении, в реальности вы переживаете одно и то же. А я хочу вам сказать так. Ситуация, которая происходит с вами, это факт. События, которые происходят с вами, это факт. А вот страдания, это ваш выбор. Если вы выбрали страдания, это значит, вы неважно осознанно это делаете, неосознанно это делаете, страдать будете это точно. Поэтому, а как заставить себя мыслить позитивно в таком ситуации, когда один за других ситуация против тебя, когда один за других проблеми против тебя? Я это все много пережил, я прекрасно понимаю, о чем я рассказываю. Если вы когда-нибудь столкнулись с моим роликом, где я говорю, улыбайся, несмотря на никакие ситуации, проблемы в жизни и так далее, это не просто шутка или юмор. Нет, это есть как раз совет, это есть как раз один из важнейших уроков, чтобы научиться позитивно думать. Если я так не делал бы, наверное, я не был бы, кто я есть сегодня. Это стал для меня ключ к открытию того, что я делаю. Поэтому, чтобы научиться заставить себя мыслить позитивно, начните свои цели. Я рекомендую вам, пять вещей делайте. Просто действуйте. Какие действия совершаете? Первый, приписывайте свои цели. Просто открывайте тетради и приписывайте свои цели. Тогда ваш фокус приходит от страдания к вашей цели. А что такое цель? Это то, что вас наполняет энергиями, то, что наполняет вам надеждой, то, что наполняет вам вдохновением и так далее. Поэтому, когда вы будете приписывать свои цели, в вашем мозге, то есть в вашем фокусе происходит некая миграция от страдания, приживания, она начинает прийти к будущему, видение будущего, дает вам больше надежды. Вторая вещь, что делаете? Вторая вещь, приписывайте полностью ваши достижения в жизни. Чего вы достигли? Какие успехи в жизни сделали? Возможно, вы хорошо учились в школе. Возможно, вы, можно сказать, путешествовали куда-то. Возможно, в чем-то помогали кому-то. Возможно, что-то вы успешно сделали в жизни. Я уверен, что в жизни каждого человека есть хоть что-то, что он хорошо сделал в этом мире. Поэтому приписывайте свои достижения. Просто пусть будут 5, 10, 20, сколько пунктов, не имеет значения. Но приписывайте их. Потому что, когда вы приписываете свои достижения, это резко поднимает у вас самооценка. Автоматически ваш фокус начинает приходить к вашей цели, у вас настроение будет лучше. Значит, второй шаг, приписывайте свои достижения. Третий шаг. Начните читать книги. Почему? Потому что в нашем голове, я где-то прочитал, что 99% мыслей, которые у нас в голове, это вечерашние мысли. Поэтому наша жизнь медленно изменяется. Очень-очень медленно изменяется. Хотя мы хотим быстрее, но она так происходит. Сегодняшняя жизнь остается как вечерашняя жизнь. Проблемы, которые у вас в дальний момент нет, скорее всего, они не которые, 3, 5, 10 лет они у вас уже есть. Я это знаю. Потому что я даю такой урок людям. Например, возьми ручку, приписывай все проблемы, хотя бы 3 проблемы в своей жизни, которые тебя беспокоят. И люди пишут эти 3 проблемы. А потом я спрошу, когда они, сколько времени они у вас? Кто-то говорит 5 лет, кто-то говорит 10 лет. Кто-то говорит, сколько себе помню. Вы понимаете, да? А почему? Почему эти проблемы следуют этих людей? А потому что они не изменяют себя. Пока не изменишь себя, не изменится твоя жизнь. Поэтому третий шаг, третье действие, которое вы должны делать, это что? Это каждый день попробуйте прочитать хотя бы 10 минут, а если сможете, 1 час книги. Если вы от полчаса до 1 час книг прочитаете каждый день, я могу уверенно сказать, что вы измените свою жизнь навсегда. И у вас будут позитивные мысли, это очень легко. Почему? Потому что ваши эмоции, они следуют за ваши мысли. Получается, что когда вы читаете каждый день книги, вы сажаете у себя в голову новые мысли. А новые мысли, за ними идут новые эмоции и так далее. А за эмоциями обязательно идут рано или поздно физические действия. Я имею в виду, что у вас будет энергии хватать, чтобы взяться и делать, действие совершать. Это третье действие, которое вы должны делать. Четвертое – молитесь. Молитесь. Молитесь очень сильно помогает, молитва, чтобы вы позитивным человеком были. Легко пережили времени трудностей. Легко могли, можно сказать, отпустить от себя неудачи, потери и так далее. Молитесь. Молитва дает вам внутреннее спокойствие, внутренней гармонии. Очень-очень сильно помогает вам. Делайте эти вещи. Тогда вам позитивно думать будет очень легко. Пятая вещь, что вы должны делать. Я бы рекомендовал пятая вещь. Это мечтать. Мечтайте и время проводите больше своей семьей. Или занимайтесь то, что вам, можно сказать, наполняет энергией и так далее. Поэтому эти вещи позволяют вам, это пять действий, которые я говорил, очень-очень быть позитивным человеком. Но, дорогие мои, надо понимать, когда быть позитивным, а когда брать ответственность. Когда надо думать позитивным, когда вы обязаны думать позитивным. Внимание обратите. Это тот момент, когда вы все то, что от вас зависло, сделали. Например, то, что вы должны были делать, вы сделали, но результата почему-то нет. Вы один раз делаете, два раз делаете, три раз делаете, пять раз делаете, но почему-то результата нет. Вот в этот момент нужно позитивное мышление, чтобы не сдаваться. Или второй момент. Вы ждете, что вот, например, вам придется, иногда придется для достижения успеха, надо иметь собрать, торпение надо иметь, ожидать надо. Надо ждать, чтобы действительно накопилось достаточно капитала. Надо ждать, чтобы у тебя появились те навыки. Например, вы хотите открывать бизнес, но у вас не хватает знаний, понимания на это. Вам надо хотя бы полгода или год работать там, где вы могли бы накопить опыт, могли бы накопить знания, а вы говорите, нет, я хочу быстрее и так далее. Вот в этих моментах, вы говорите, я хочу открывать свой бизнес сейчас, не потом, вдруг там это устареет идея и так далее. Вот другими словами, вам надо иметь терпение, чтобы ждать, пока накопится у вас опыт и понимание больше в этой сфере. Вот в этих моментах нужно позитивное мышление. Или вы попали в долгах, и вам нужно как-то, эти денег нет у вас, вам эти денег нет, и они начнут звонить вам, они начнут угрожать вас, они начнут оскорблять вас. Вот в этот момент нужно позитивное мышление, чтобы не загнать себе депрессии, стрессы и так далее, а наоборот, настраивать себя правильно, пока-пока со временем вы найдете выход. Потому что чем больше вы себя в таких ситуациях загоняете депрессии, переживания и так далее, переживание ничего не решит, депрессия ничего не решит, только ухудшает ваше положение, больше ничего не решит. Поэтому позитивное мышление – это ключ к изменению вашей реальности. Я заново повторю, давным-давно ученые доказали, что человек становится тем, о чем большее количество времени он думает. Если вы большее количество времени будете думать о хорошем, о нужных вещах, позитивном, ваша жизнь станет хорошей, но только не путайте ответственность с позитивным мышлением, ребята. Некоторые люди ничего не делают, они говорят, я же позитивный. Например, я помню, однажды я пришел, спрашиваю продавца моего магазина, как у нас дела? Она говорит, хорошо. Я говорю, успехи как? Он говорит, отлично, очень хорошо, работаем. А я спрашиваю, сколько у нас сегодня продажа? И она мне говорит, сегодня продажа не было. То есть, внимание обратите, нету никакие результаты, нету никакие действия, и человек сидит, я же позитивный, мы же позитивные. То есть, нельзя оправдывать свои бездействия, якобы это позитивное мышление. Пожалуйста, не путайте, пожалуйста. А я этого называю, это психологически больные люди. Понимаете? Если вы свое бездействие оправдываетесь как будто позитивностью, таким способом ничего не измените в своей жизни. Я надеюсь, что я смог донести до вас, что когда нужно позитивное мышление, когда у вас здоровье начнет подводить, когда вы попали в долгах, когда вы один раз, два раз, пять раз, десять раз делите, не получается. Где-то иногда придется вам ждать, чтобы получать какие-то документы от госорганов и так далее, и продолжать сохранить надежду. Когда вы любите кого-то, и вам придется годами порою на самом деле ухаживать, чтобы этот человек в конце концов понял, что вы его любите. И начали, можно сказать, принимать вас и так далее. На таких моментах необходимо позитивное мышление, чтобы дойти до конца. Надо иметь волю, вносливость до конца, чтобы при первой трудности не сдаваться. Или иногда порой у вас придется выдержать характер, агрессивный характер своего родного человека, любимого человека и так далее. Вот в таких моментах нужно позитивное мышление, что в любой ситуации, или с начальником, с партнером, вам трудно и так далее, вы должны пристраиваться. Вот позитивное мышление в таких моментах для вас является настоящее лекарство. Пишите комментарии, что вы думаете, и пишите ситуации, которые вы столкнулись с этим, и как вам пришлось это пережить, и помогло ли вам позитивное мышление, или не помогло. И пишите, делитесь своим опытом, потому что ваш опыт может в комментариях еще помогать многим людям. Кому-то дойдет мои советы, кому-то дойдет ваш опыт. У меня нет мечты, не могу понять, чего хочу. У всех людей есть мечты, но я ни разу не встретил ребенка, который ничего не хочет, или ни разу не встретил ребенка, который думает пессимистически, или там такой, да, я мечтаю вырасти, стать бедным или неудачником. Но таких детей я не встретил ни разу в жизни. У каждого человека есть определенные какие-то мечты и так далее, но только со временем они теряют надежду на них, вера в них. Когда человек теряет надежду, вера в них, они теряются и так далее, со временем, постепенно сознание человека заполняется только боль, только разочарование, отчаяние и так далее. Поэтому, если у вас в данный момент вы чувствуете, что нет мечты и так далее, я три совета дам. Первый, путешествуйте, просто путешествуйте. Понимаете, есть такая мудрость. Один из великих классиков, персидских классиков написал, это То есть, свеча, она не станет гореть, если не встречается с спичкой. Человек, откуда могут стать сильным человеком, если не встретят такого сильного человека? Другими словами, если вы чувствуете, что у вас внутри огонь погас, если вы чувствуете, что у вас нету никакой мечты и так далее. Вот, первый мой совет, просто путешествуйте. Путешествуйте, могу уверенно сказать, что вы однозначно начнете что-то видеть, что-то найти для себя, то, что начнет вас вдохновлять. Это первый совет. Если вы не знаете, там у вас нету мечты и так далее, делите так. Второе, второе, можете обращаться к психологу, можете обращаться к психологу, чтобы по психологу вообще-то окунаться в себе и в свое прошлое. Что возможно посмотреть ваше прошлое, посмотреть ваше детство, посмотреть ваши детские травмы и так далее. Что возможно в этих этапах были моменты, когда вы сильно, может быть, подсознательно разочаровались, может быть, вы действительно расстраивались, потеряли надежду и так далее. Это второй мой совет. Третий мой совет. Берите за все любые возможности, которые приходят к вам. Абсолютно любые возможности. Что появляется к вам, возьмите и начните. Первое, что я хочу вам сказать, перестаньте верить в том, что вы бесполезный человек. Если вы говорите, что у вас нет мечты и так далее, скорее всего, вы говорите, я не знаю, что хочу, нет у меня мечтей. Если вы говорите так, значит, вы верите в своем бесполезности. А я вам скажу так, все Вишни не ошибаются. Не бывает в этом мире бесполезных людей, только люди, которые не могли найти свою сильную сторону, не могли реализовать себя. Это телефон, или это компьютер, или это там розетка, или это лампа, или это все зеркало. Ради чего-то создан. На самом деле, каждый этот предмет выполняет свою миссию, каждый этот предмет. А вы думаете, что если этот предмет выполняет свою миссию, а Всевышний ошибается? Нет. Каждому человеку Аллах создал индивидуально, особенно, с особыми миссиями. У вас есть ваша миссия. И главная задача человека – быть полезным в этом мире. Если вы не знаете, не можете найти свою сильную сторону, найдите мою книгу, прочитайте, как найти свою сильную сторону, раскрыть творческое мышление. Начните с того, что как я могу быть максимум полезным этому миру. Чем я могу максимально принести пользу? И начните делать этого. Вначале это возможно, поскольку у вас психологически еще не готово, возможно, это не понравится вам порою. Просто начните делать. Через некоторое время вы видите, что от этого вы начнете получать огромное удовольствие. И от этого вы начнете получать огромные кольца благодарности. И у вас дело начнет лучше пойти. Я желаю вам успехов, просветания. Пишите в комментариях, ребята, в вашем опыте, как было. Пишите в своем мнении, поделитесь своим опытом. Потому что очень огромное количество людей обращались за это время к нам, которые нам сказали, у меня нет мечтей, я не знаю, что я хочу. Но на данный момент большинство из них добились что-то. Поэтому если у вас были такой ситуации или такой случай, или знакомые, которые либо читали наши книги, либо послушали наши тренинги, а потом нашел свою сильную сторону и начал реализовать себя, было бы хорошо, если вы пишете свой кейс, тогда кому-то доходит ваш кейс, и это поможет многим людям. Хочу стать миллионером. И как это достичь? Можно сказать, 45-47 человек, которые пришли к нам, с нуля стали долларовыми миллионерами, абсолютно с нуля. Некоторые из них были полны в долгах, у них были кредиты, долги, проблемы. В районе 5-7 лет они смогли стать долларовыми миллионерами. Если нам удалось около 50 раз получать, 45-47 раз, если нам удалось помочь людям дойти до миллионера, значит наши методы работают. Это одно из ключевых отличий нашей системы от любой системы, от любой бизнес-школы, которая есть на данный момент на рынке. Потому что наша система, она работает, она практичная, она доступная, она понятная, его могут любые люди практиковать и так далее. Теперь я дам несколько советов стать миллионером, даже обычному человеку. В свое время я запустил тренинг, как с одного доллара заработать миллион, потому что я действительно понял именно алгоритм. Это похоже, как повар готовить еду, у него есть рецепт, например. И он с каждым разом улучшает рецепт, он достигает определенного стандарта. Точно так же врач, у него есть какая-то методика лечения. Он эту методику использует для лечения определенных диагнозов, определенных заболеваний, соответственно он лечит. Поэтому все говорят, если у тебя печень болеет, лучше отвезите такой больницу к такому врачу. Или у тебя там кожа болеет, или у тебя там глаза болеют, отвезите к такому врачу. И у него, скажем, у этого врача, делая это сотни раз или тысячи раз, появляется определенный алгоритм, который он понимает, распознает эту болезнь и делает. Точно так же чемпион, который готовит спортсмена к какому-то виду спорта. И поэтому у нас тоже появилась определенная, проверенная, конкретная технология, которую любой человек, соблюдая, практикуя, может дойти до миллионеров. Я могу уверенно сказать, что любой человек может дойти до 100 миллионов. Конечно, это будет протворечить ваши убеждения, это будет протворечить мнение многих обществ, потому что много людей будут говорить вам, что если это было бы так, все были бы богатыми, миллионерами, успешными и так далее. А я вам скажу, да. Строительная школа доказала нам, что любого человека можно научить. Строительная школа разработала определенный алгоритм, как каждую букву показывая кому-то один раз, кому-то пять раз, кому-то сто раз, кому-то тысячи раз показывая эти буквы, строительная школа научила нас всех писать, читать. И это факт. Это нельзя игнорировать, это нельзя говорить, что не работает, нельзя думать так. Поэтому это факт, это действительно так и есть. Поэтому аналогично, похожей на эту систему, мы поняли, что на самом деле любой человек может стать в любом виде спорта чемпионом. Любой человек, если хочет, может научиться какие-то программы от компьютера. Любой человек может научиться водить машины, любой человек может, если захочет, научиться стать миллионером. Это некий алгоритм, который надо использовать и делать. Это первое, что я хотел, чтобы вы хорошо усваивали. То есть, это что я хочу сказать. Первое, вы должны убрать свой психологический барьер, вы должны ломать это общественное мнение, которое в голове нас вкладывало, что якобы не все могут быть богатыми, не все могут стать миллионерами. Тогда якобы это для отарионных людей. Это неправда. Вы можете быть миллионером, если захотите. Первое, убрить этот психологический барьер, изменить свои убеждения и считайте себя достойным жить как миллионер. Это первое, что вы должны делать в своем уме стать миллионером. Свои убеждения стать миллионером. Второе, воспитать в себе мышление миллионера. Мышление миллионера – это умение видеть на дно песчинка, сели гора. Умение видеть на дно дерева – сели лес. Умение видеть на дно капли воды – сели океан. Или наоборот, глядя на океан, понимать, что она состоит из капли. Или глядя на горы, понимать, что она состоит из песчинки. Что это означает? Это означает, что когда вы смотрите на крупные миллионные компании, понимать, что они состоят из маленьких-маленьких копейками и труд и пот, которые накоплены годами. И благодаря накопительным эффектом создаются миллионные обороты и так далее. Поэтому, когда вы посмотрите на любую компанию, Coca-Cola, McDonald's или Adidas и так далее, понимание, что эти компании не сразу таким появились, они стали. Вот это умение дальновидность, умение глубину понимать, умение масштаб понимать. Вот это и есть мышление миллионера. Умение мыслить по-крупному, умение диапазон видеть, несколько вариантов. Это вариант не получится, другой вариант найти. Вот это вторая вещь. Развивайте в себе мышление миллионера. А чтобы мышление миллионера развивать, надо побывать в клуб миллионеров, надо побывать в тех средах, где миллионеры ходят, чтобы общаться с ними, почитать их книги, иметь друзей миллионеров. Вы можете сейчас тысячи оправданий найти, говорить, что они не хотят с нами разговаривать, где я их найду и так далее. Нет, это неправда. Ищите там, поработайте над собой. Немножко накопите деньги, хотя бы купите книги этих людей, почитайте. Потом меняется ваше мышление, потихонечку вы будете зарабатывать больше. Ходите в те фитнес-клубы, где они ходят. Ходите в те кофе-ресторонки, где они бывают. Самый легкий путь, как с ними имеет отношение, станьте нужным человеком для них. Станьте человеком, который вы нужны для них. И вы полезны для них. Когда вы станете нужным человеком для них, в каком-то сфере, например, вы в своем сфере профессионал, может быть, вы супермаркетолог, или суперинженер, или супер программист, но вы в своем сфере станьте профессионалом, но свою услугу предлагаете им. Станьте профессионалом в чем-то, потом предлагаете им свою услугу и так далее. Это самый короткий путь, как близко общаться с миллионерами. Это вторая вещь. Это позволяет вам изменить ваше мышление. Круто. Значит, вторая вещь. Меняйте, формируйте в себе мышление миллионера. Третья важная вещь. Найдите, на что вы можете зарабатывать. Найдите, на что вы можете зарабатывать. Я это называю так, создай себя. Создай себя. Во что ты можешь зарабатывать? Создай себя. Например, Например, если вы умеете хорошо производить мебель, если вы умеете хорошо производить одежду, если вы хорошо умеете продавать игрушку или что-то, неважно. Вы должны в чем-то быть профессионалом. Создайте себя, в чем-то быть профессионалом. Создайте себя. Это очень-очень важная вещь. Это третий пункт. Вы должны в чем-то стать профессионалом. Создавать себя как профессионал, чтобы ваша услуга, ваш товар была стоящей, чтобы люди были готовы платить за это. Откуда вы узнаете, что ты создал себя? Вот тот момент, когда люди готовы платить за твою услугу или за твой продукт, это значит, что ты более-менее что-то стоишь. Вот четвертый пункт. Четвертый. Создайте свой рынок. Используя мышление миллионера и бизнес-мышление, создайте свой рынок. Создайте свой рынок на том, во что у вас изобилие. Создайте свой рынок на том, во что у вас уже хорошо получается. Создайте рынок. Знаете, полно в этом мире талантливых людей. Но маловато быть талантливым, гениальным, если вы не умеете этот талант превращать в капитал. Если вы не умеете этот талант продвигать, маловато быть просто умным человеком. Это очень мало в этом мире. Поэтому четвертый пункт. Создать свой рынок. Максимально продвигайте, создайте свой рынок. Говорите свои услуги, говорите свои продукции. Покажите, создайте каналы продвижения. Ищите варианты, как это делать. И четвертый. То есть пятый пункт. Масштабируйтесь. Пятый пункт. Это что значит? После того, когда вы научились создать свой рынок, расширяйте свой рынок. Вот пятый пункт. Максимально масштабируйте. Корректируйте ошибки. Откажите от всего того, что... Уберите все помехи. Уберите все неэффективные действия. Фокусуйте на самой всякомаржинальной вашей продукции, на самый маржинальный рынок, на самые объемные рынки. И фокус на него держите и масштабируйте. Идите туда, где вас ценят. Идите туда, где готовы люди платить за ваши услуги, за ваши продукции больше. Идите туда. Мир большой. Благодаря интернет границы исчезли. И используйте мировой рынок. Мой совет к вам. Используйте мировой рынок. Будьте полезным большому количеству людей. И вы станете миллионерами. И еще вы станете миллионерами. Еще раз повторю. Любой человек способен научиться водить машину, готовить еду. Точно так же водить самолет. Или там, не знаю, изучать любую программу компьютера. Точно так же аналогично любой человек способен стать миллионером, если он это сделает для себя целью. Если это ваша цель, еще лови это сделайте. Да поможет вам Всевышний. Но помните, мне помогло еще дополнительно, к этому помогла очень важная вещь. Это что? В одной руке я держал Коран, в другой руке я держал профессиональные знания. Это оба объединялись, создавали мой мир, создавали мое будущее, создали меня. Ваши духовные интеллекты, финансовые интеллекты, академические интеллекты, физические интеллекты, а не творческие интеллекты, все должно гармонично развиваться. Когда это все виды интеллекта гармонично развиваются, вы духовно развиваетесь. Когда вы развиваетесь как в духовной сфере, вы станете удачливым человеком. У вас будет больше везений, у вас будет больше барракад в вашем деле, больше благословений в вашем деле. а профессиональные знаниями будет использовать что тут возможности которые аллах дает вам эти возможности не потерять использовать я вижу много раз людей которые знание имеет профессионали но от того что у них духовный интеллект на развита они эти возможности не видят то есть он профессиональные знаниями но он не везучий у него нет удачи у него нету в зене у него нету баррака ты его дела благословения нет его дела или бывает наоборот или бывает наоборот он только там молится ходить и так далее только но у него не хватает профессиональные знания у него в зене есть аллах дает кучу вас возможностей варианте но он не умеет эти возможности используют потому что у него нет профессиональных знаний как эти возможности превращать в капитал это мой совет для тех кто хочет стать миллионером это совет человека который родился в селе из можно сказать простого семья сим пастуха дошел до мирового уровня и смог стать мультимиллионером и вырастили не только себе сделал миллионером помог больше 50 долларов я не вырастил еще лох их будут еще больше год за годом год за годом поэтому это совет который сейчас отдавал это не просто мысль это не просто слово это я поделился то реальные формули которые практиковал в жизни и дало огромный результат нам удалось в бедных стран вырастет миллионеров нам удалось стран 3-го уровня 3-го мира вырастет миллионеров если осете методика жил бы в америке или сингапур или где-то миллионы миллионеров мы выросли бы я думаю что скоро это будет поэтому дорогие мои любой из вас способны стать миллионером поэтому одной рукой держите священные книги хоран библии что позволяет вашей религии с другой стороны держите все профессиональные знания и практикуйте всю формулу которая говорит да поможет вам всевышний пишите комментарии что вы поняли пишите комментарии что было для вас очень ценно рекомендует эту формулу поделите эта формула многими людьми поделитесь многим-многим людьми не переживайте они будут слышать вас нет кто-то будет спорить с вами не слушайте его просто поделитесь этим направьте это всем кого только можете я могу гарантия до что обязательно эти слова дойдет до нужных людей обязательно это методика будут помогать миллионам людям вы отправлять его многим людям а нужны люди будут пользоваться когда надо понимаете жизнь построен так что разные люди приходят к опьян возможности с разными посудами кто-то берет большой можно сказать посуду кто-то маленькая кто-то чайная ложка а кто-то умудряется брать чайную ложку еще плоскими и дырками не будьте таким человеком пожалуйста потому что все лишние очень милосты по отношению к нам он создал этот мир настолько благодать настолько велик что любой из нас способен быть жить счастливо и достигать то что хочет достигать свои цели мечты я желаю вам успехов пишите комментарии из вашей практики что получилось если вы практиковали какие-то наши тренинги или какие-то читали наши книги практиковали до встречи на вершине вместе изменим мир к лучшему